К нам подключается зам директора Института политических исследований, политолог из России Дарья Гривцова. Дарья, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Что ж, несмотря на решимость Бакурия интегрировать армян Карабаха в общество Азербайджана, часть из них все же решила покинуть пределы страны. Вот однако на исторической родине их никто не ждал. Вот на ваш взгляд, на что их толкает на такой исход? Вы знаете, все это похоже на спланированную кампанию. Как мы видим, никаких этнических чисток в реале не происходит. Все это информационный шуб, устраиваемый Арменией под руководство Запада. Для чего? Для того, чтобы все армяне ушли из Карабаха, и, соответственно, миротворцам российским не было бы никакой необходимости там находиться. И в связи с этим под руководством Запада Пашинян бы сказал, что никакие российские миротворцы не нужны. И в связи с этим никакого присутствия России вообще в регионе быть не должно. Как мы видим, курс Пашиняна на Запад, он очень активно поддерживается, в том числе и западными странами. И поэтому под такую поддиктовку идут разные массированные вбросы информационные, в том числе и в мировых СМИ. Хотя, как мы видим, Азербайджан проводит все совершенно в норме с законом, с международными правилами. Он даже готов позвать делегацию ООН, чтобы те убедились и увидели, что никаких этнических чисток не происходит в регионе, что все соответствует рамкам закона. Но такая задача у армянского руководства есть, чтобы полностью исключить Россию из этого региона. А для начала им необходимо убрать миротворцев. И с этой задачей они думают таким образом справиться. Дарья, а как вы считаете, после наплыва большого количества граждан, карабахских армян в Армению, выдержит ли экономика маленькой такой страны большой наплыв людей? Ну, конечно, это очень сложная задача. Я думаю, многие армяне увидят, что им живется там совершенно даже не лучше, чем они жили в Карабахе. А если те, кто останутся в Карабахе, родственники, знакомые сообщат им, как им живется в условиях вместе с Азербайджаном, то, я думаю, многие потом вернутся и захотят принять азербайджанское гражданство, потому что при президенте Алиеве им будет житься гораздо лучше и комфортнее, чем при Пашиняне, который, в принципе, забыл о них, когда они там жили. Поэтому, я думаю, такая потенциальная возможность существует, что сейчас часть, большинство выйдет оттуда, но узнав, как там будет хорошо житься и безопасно, и они смогут вернуться обратно, Азербайджан не будет против, и, естественно, Армения от этого только проиграет, поскольку не сможет удовлетворить их, скажем, требования, их расстелить, обеспечить их едой, жильем в самой Армении. Поэтому другого выхода у этих людей не останется, как вернуться в свои прежние дома, где им будет хоть какая-то надежда на лучшую жизнь, чем нежели сейчас в Армении. Вот как раз-таки уже поступают такие сообщения о том, что граждане хотят вернуться обратно, и это будет еще неоднократно. Также есть заявки и на получение азербайджанского паспорта. То есть все усилия официального БАКО, они направлены на скорейшую реинтеграцию карабахских армян в азербайджанское общество. Вот только сегодня в Явлахе состоялась уже очередная встреча, четвертая по счету с представителями Армян Карабаха. Вот как вы считаете, сколько может занять этот процесс в целом? Ну вообще, в принципе, это не быстрый процесс, поскольку очень много сфер и зон затронута. То есть это не вопрос месяца, двух, трех. Это действительно долгий процесс, но постепенно в рабочем порядке он, конечно же, будет решаться в спокойном режиме. Как мы видим, сейчас те армяне, которые останутся там проживать, все их права будут соблюдены. Это подтвердил президент Ильхам Алиев, в том числе и культурные, и религиозные. То есть людям не запретят ходить в храмы, молиться, поддерживать свою религию. То есть все будет происходить в рамках закона, поэтому, в принципе, нечего опасаться. И будет, самое главное, установлен контроль, серьезный, в том числе полицейский контроль, который не позволит там появиться каким-либо беспорядком или чему-то подобному, мародерству или еще чему-либо. Поэтому вполне возможно, что люди, узнав об этом, вернутся и захотят там жить. Понимаю, что, конечно, будут бюрократические некие сложности, но все равно это все решаемо, просто требуется время. Но самое главное, у них будет работа, у них будет жилье. И если они согласны с условиями Азербайджана и с быть реально гражданами Азербайджана, то у них есть все перспективы начать нормальную, спокойную, активную жизнь. Дарья, большое спасибо вам за ваш комментарий. Спасибо. Я напомню, что к нам подключалась замдиректора Института политических исследований, политолог Дарья Гривцова. Института Vanguard